Привет, мои дорогие! Сегодня будет немножко необычное видео. Во-первых, это сплошная болтология и рассуждалка, а во-вторых, неожиданно в это спокойное, размеренное видео врывается стрелец по имени Настя и рассказывает, как она ловила знаменитого боксёра Усика. Но сначала мы с вами прогуляемся. Пойдёмте! Классно! Про купальник сейчас расскажу. Мариша мне давно говорила, чего ты не ходишь в бассейн. Ну, не ходила я, не ходила. Я ленилась. А сейчас я каждый день хожу в парк. Я вам уже говорила, от семи и выше шагов в день, от семи и тысячи выше. Смотрите, с палаточками здесь. Классно! Вот я думаю... Я посмотрю, какая погода будет завтра. Я завтра, с завтрашнего дня, пожалуй, и начну. Ей-богу, как здесь хорошо! Ну, просто... А вода такая голубая, ну, просто кусочек моря. Ну, всё. Решено. Да, относительно купальника. Купила себе красивый такой красный купальник. И знаете, что характерно? У него на животе ещё дополнительная сеточка изнутри. И получается, что она даже подтягивает животик. Мне это нравится. Ну, ладно. Я надеюсь, что всё это я вам смогу показать, так сказать, воочию. Ну, то есть, в видео. Ой, как здесь весело! Слушайте меня прямо сюда. Ой, как мне хочется сюда. Ну, всё, завтра пойду. Вон и раздевалка есть, всё есть. Тень есть. Возьму с собой что-то такое, постелю. Возьму с собой кофе и бутербродики. Слушайте, как хорошо! Ну, всё. Решено. Так получилось, что сегодня я вышла на прогулку в 12 часов. Так что сейчас у нас жаркий полдень. Но, видите, я в тени. Здесь какие-то развалины. Что-то здесь, видимо, было когда-то, потому что и ступеньки ведут, и какой-то остаток фундамента. Но я не знаю, что это. Видите? Может быть, просто площадка. Хотя вряд ли. Тут явно видны следы какого-то строения. Может быть, храм какой-то был, потому что вот здесь вот крест и светильники. Да, как интересно. А здесь я не была. Хотя это вот, рядом. Рядом с рекой, только на другой стороне. В общем, я постепенно с этим парком знакомлюсь всё ближе и ближе. Да, было какое-то здание, видите? Что-то тут было. Так, хорошо. А я иду... Ой, я пойду на скамеечке посижу в холодочке. Я с этой стороны ни разу не сидела, поэтому пойду и посижу. Посижу. Так долго не буду сидеть, потому что жарко. Но немного посижу. О, скамеечка. Правда, тут грязновато. Я пойду к чистой скамеечке. А то здесь... Слушайте. А вон ещё лилии. Вот там никто их не тронул. Слава Богу, хоть тут, на том берегу, видите, островок. Там много лилий. Ну, хоть туда не добрались. Так, мои дорогие. И вот в такой спокойный прогулочный голос, в такое спокойное прогулочное видео врывается... Знаете, что сюда врывается? Настюша сюда врывается. И я вам покажу, как она Серёже рассказывает, как она поймала знаменитого боксёра, за которым вы все наблюдали какое-то некоторое время назад, по фамилии Усик. Давайте прервёмся и посмотрим, как Настюша это рассказывает, и фотографии. Душ-душ-душ-душ-душ-душ-душ-душ-душ. Параллельно пишу там маме, подруге, Артёму, это самое. И мама мне говорит. Мама говорит, ты там что, до утра стоять будешь? Чи шо? Я говорю, ну до утра нет, но это... Через пять минут он выходит. Я такая... А-а-а! А я стояла очень удачно, потому что там, короче, как... Вот ты стоишь, вот вход, я стояла прямо напротив входа. А вся остальная толпа стояла по правой стороне. Она, типа, стояла в сторону его машины, куда он должен был садиться. А, ещё почему я поняла, что он не уезжал, потому что я увидела рейндж-ровер на киевских номерах. Ну и, типа, на киевских номерах рейндж-роверы обычно редко там бывают. Вот. Хотя бывают периодически, кстати. Там часто останавливаются машины на украинских номерах, дорогие. В этом отеле. Ну и, в общем, я стою, и я вижу, там вышел какой-то чувачок в спортивном костюме сзади с нахрисом «Юкраин». Я такая «Так». И потом какие-то важные мужики в костюмах тоже пошли. И он выходит. Я такая «А-а-а!» Я, короче, такая... Я подбежала. Я одна из первых подбежала. Короче, подбегаю. Там одна жиночка дала ему что-то подписать автографом. Он ей дал автограф. И там потом три жиночки такие. Молодые жиночки. Они давай по очереди с ними фоткаться. Стала одна, фоткается. Стала вторая. Вторая быстро убегает, а этот Усик говорит «Вася, вы не сфоткали!» Оно не сфотографировало. А они такие «Ой!» Короче, сфоткались. Потом третья подбежала, сфоткались. И я свой телефон всем жиночкам даю. Он говорит «Сфоткайте, пожалуйста!» И я вот это как-то на фотке вот так вот встала, порялякана вся, вот все-все-все. Встала. Они меня щелкнули. Потом еще одна мамочка своего письюка сфоткала рядом с ним. И к остальным, а там человек 20 уже стояло, он говорит типа «Я выбачаюсь, в мене нема часу, там меня ждут это самое». Ну и говорю «Я ушла, мне уже было неинтересно». Сфоткал, что он дальше делал, я уже просто «Мама!» Да, вот все. «Мама!» «Артем!» «Артема папе» я это отправила, подружкам в Инстаграм выставила, короче, кому только не это. И все, кто видят, там такие «Бля!» «Где ты его нашла?» Я сто лет не плавала. Да, как война началась, я ни разу не была ни в реке, ни на море, ни на водоеме, ну, в смысле, не плавала. Завтра надо это исправить, надо это срочно исправить, вот как я хотела сказать, надо сказать хорошо, правильно? Надо это исправить, и я это сделаю завтра. Прикольно будет, если я завтра не пойду. Я, если даже не пойду, я выставлю для прикола даже вот это вот, то, что я наговорила сегодня, чтобы мне было стыдно от невыполненных желаний. Ну, я думаю, что мое желание слишком велико. И, как сказать, не выполнить его может заставить меня только погода. Ну, а так все нормально. Вы знаете, вот такие вот островки посреди вот этого вот озера мне напоминают мою поездку в Херсон в 15-м году. Я туда ездила и каталась там на, как сказать, на речном трамвайчике, да? И там тоже такие островки посреди Днепра, так интересно. Здорово так. Меня умиляют такие вещи, знаете, вот островок, вокруг водичка, все так красиво, камыш, ой, как все это красиво. Там она, здесь посижу здесь такая тень прекрасная и вот эти скульптуры это скульптуры как сказать скульптуры культуры тут одна скульптура держит арфу другая свиток я так понимаю чтец третья маску театр ну в общем их тут видите вон много разные музы можно сказать как у пушкина в евгении онегине да там что-то там терпсихора еще там что-то я этих всех богинь как-то не запомнила чудное место вы знаете что польские женщины очень любят солнце и загар они они загорают прям под палящим солнцем и некоторые из них любительницы загара а таких много но в основном это модницы вот и вот модницы любительницы загара они такие ходят шоколадные а я не могу на солнце мне от солнца очень жарко я не хочу а в детстве в юности я вообще смогла и загорала вообще было как выражался один мой знакомый как уголек ну правда была совершенно черная при том специальная никогда не загорала он сам прилипает ходишь на речку а а если мы на море ездили с родителями то на море целый день специально загорать не нужно сам загар цепляется но я не могу мне жарко я вот сейчас да сейчас полдень уже не полдень уже наверное начало второго я уже долго здесь гуляю и вы знаете я по тенечку по тенечку там где открытое солнце там перебежками а так по тенечку хожу с огромным удовольствием тем более вы видите легкий ветерок все таки присутствует в сегодняшнем дне и девочки вы наверное заметили что во всех моих видео во всяком случае в июльских да и во многих очень присутствуют аутфиты а знаете почему я вот сама смотрю многих блогеров нет я не только политику смотрю тем более в политических блогерах я в тех которых смотрела во многих уже разочаровалась совершенно вижу что они ну в общем не туда вот но не будем о политике тема очень печальная и злобная не хочу даже говорить об этом я нашим о женском а так вот я многих блогеров также смотрю ну девушек женщин молодых таких интересных да и я люблю когда они появляются на экране просто без без автора я смотрю да но мне все таки необходимо чтобы автор появлялась на экране для меня это очень важно как то как будто бы общаешься с ней ну вот потому что я же тут девочки я как знаете как у пушкина в евгении онегине вообрази я здесь а дана никто меня не понимает рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я не согласна не согласна вот потому что я не я все таки лилия аква поэтому мне необходим контакт даже с виртуальным собеседником чудесные розы всех цветов от светло-светло-розового до светло-желтого до кораллового розового фуксии в общем всех цветов красивые а это тоже розы только шиповник видите как их много такие красивые нежно-розовые вот такие мы разные я знак воды рыбы а настюха знак огня стрелец маришка у нас дева а серёжа близнецы красавица